Рабочая группа ОНФ внесла на рассмотрение правительства республики ряд рекомендаций, в том числе речь идёт о проведении исследования общественного мнения по экологическим вопросам и создании Республиканского информационно-аналитического центра. По порядку и подробнее Юрий Осипов. Проблема загрязнения окружающей среды встаёт всё острее. Загрязнение водоёмов, воздуха и незаконные свалки. В год экологии государством и общественными организациями ведётся усиленная работа по устранению последствий и причин возникновения подобных нарушений. Совершенствование законодательства, федерального, регионального законодательства. Притом вырабатываться должны механизмы, технологии для решения технических задач, которые стоят, чтобы снизить негативное воздействие на природные среды. В частности, активная работа ведётся по ликвидации несанкционированных свалок. Создана интерактивная карта, на которой любой желающий может отметить подобное нарушение. Не секрет, что когда мы выбрасываем мусор, к сожалению, мы не задумываемся, какую опасность это может нести экологии. Соответственно, есть разные категории опасности мусора. Те же батарейки, которые мы выбрасываем, их отдельно надо копить. Между тем, специалисты считают, что поправить положение помогло бы ужесточение законов. Сейчас всё ограничивается административным правонарушением и мелким штрафом. Мы надеемся, что ужесточение, конечно, произойдёт. Но и очень важно, что с 1 января 2017 года начинает действовать общественный экологический закон Республики Саха и Куте. Поэтому мы очень надеемся, что благодаря этому закону, конечно же, ситуация улучшится. То есть контроль будет более жёстким. Активную борьбу с экологическими преступлениями ведут, к примеру, в Нюрбинском районе, так как это один из промышленных районов Якутии. И экологические вопросы там возникают довольно часто. Как и везде, наверное, в нашей республике налажено тесное взаимодействие с органами Министерства охраны природы на местах, совместное патрулирование, экологическое образование, экологические патрули, совместные мероприятия. Но все сходятся в одном. Решение экологических проблем невозможно без участия общества. Юрий Осипов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.